Привет! Маленькое предисловие. Для этого выпуска портрета на фоне мы объединили усилия двух программ. Матадора и, собственно, портрета на фоне. Тема такая, что в одиночку не справится. Совсем как у классиков. Какая глыба, а? Какой матерый человечище. Вот это, батенька, художник. Потом, глядя на меня прищуренными глазами, спросил. Кого в Европе можно поставить рядом с ним? Сам себе ответил. Некого. И, потирая руки, засмеялся довольный. Это бывшая болотная площадь Москвы. Здесь, в 1775 году, закончил свой путь человек, фамилию которого тогда повторяла вся страна – Пугачев. Ровно через 200 лет, в 1975 году, эту фамилию вновь стала повторять вся страна. В России начался второй пугачевский бунт. Не курите, дети. Украинский бунт. Только для голоса. Только для голоса. Петушиный боевой рассказ. У нее и сейчас всегда аншлаг. Но с 1975 по 1985 она была вообще единственная. Не на эстраде. Вообще. То было самое регламентированное время. До подробностей было известно, что можно, что нельзя. И если можно, то кому и как. А она была наша главная разрешенная всегозволенность. Я же овен по знаку зодиака. Плюс еще год быка. Все овенки, они склонны к преувеличению. И у меня большая фантазия. То есть я могу допустить. Я даже преувеличу свою трагедию, если она ничтожна. Март 93-го. Казанский вокзал в столице. Конечно, поезд идет на восток. На запад у нас летают самолетами. Всенародная артистка отбывала на гастроли в Нижний Новгород. Ее провожали Сергей Васильевич Челобанов и Александр Кальянов. Литерные вагоны для гастрольных разъездов стали использоваться недавно. Можете себе представить, у меня 43 года. Я впервые в жизни гастроли, значит, еду вот в таких вагонах. Во-первых, это удобно, потому что никто не рвется. В Нижний Новгород она поехала на пять дней и на четыре концерта. 8 июня 75-го года, примерно в 23.10, Центральное телевидение заканчивало трансляцию песенного фестиваля «Золотой Орфей». Последней выступала молодая женщина с пышной прической. Она пела четыре минуты. И все, с тех пор не дает покоя ни себе, ни людям. Орликино, Орликино Нужно быть смешным для всех. Орликино, Орликино Есть одна награда смерть. Орликино, Орликино До этого она проработала на эстраде почти 10 лет. Орликино, Орликино С новым электроном были гастроли по Архангельской области. Пали с правхозом. За кулисами спали две подводы. Лошадей на одной аппаратурка, на второй артисты. Как правило, пьяные. А спали за кулисами, я просыпаюсь, помню. Ведро такое с водой было у нас. Слышу что-то, что пушится. Смотрю, такой танец вокруг ведра крысы огромный. Вокруг ведра... Перед первым концертом в Нижнем Новгороде. За четыре часа до начала она приехала проверять сцену. Так, так, так. Здравствуйте. Нижегородской деньги. Приезд вам, Борис Владимирович. В этом году ее славе исполнится 18 лет. Совершеннолетие. Она сделала с полсотни шлягеров, которые у всех на слуху. Столько не сделал никто до нее, и вряд ли кто сделает после. Так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу. Надо же, надо же, надо ж такому случиться. Что ли еще будет, ой-ой-ой. Полет, полет, полет. Песня и зелёный, как орлены хожу, Есть новости, кто necesites эти, Мне нужно будет вернуть назад. Такая снег в океане. Меня узнаете, вы, маэстро. Орлекино, орлекино, орлекино... Качите, за облака. Мой голубь силакрылый, И ты и я, мы оба правы... Песня и заново с гардами, Время со мною тратили Ты птица гордая, ты птица мягчая Ты возьми меня с собой, не отрекаются, любя Ты на грусть мою похожа осень Эти летние ночи Расскажи, где птицы Не имей сто рублей, а имей сто друзей Посидим боком Я его поцеловала Миллиона, миллиона, миллион алых рук Блин, 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 я не ревную тебя Улетай, туча, улетай Так неужели, милый мальчик С меня тебе, любимый мой Осень над надежды Имя назови Раз, два, три, раз, раз Раз, два, три, раз, два, три, раз А, а, из прострелов тоже мало Раз Для громкого, для громкого пения ничего Да не важно играть что-нибудь все равно, лишь бы распеться Распевка единственный стимулятор, признаваемый ею до концерта И если требуется, еще стрельниковская дыхательная гимнастика Когда что-то не звучит, уже дисбаланс, такой дискомфорт Но, в принципе, мне нужен ритм Мне нужен бас, гитара, барабаны Особенно барабаны, потому что от темпов очень много зависит И поэтому, конечно, сердце Ой, каждый раз как инфаркт все равно Когда уходит барабанщик В общем, они классные все ребята Такие Некоторые вообще 16 лет работают со мной Ваша хозяйка составил с вами На концертах она поет только живьем Ее нынешняя программа Час сорок без перерыва и остановок Обрывая аплодисменты и не сходя со сцены Два пианиста, три гитариста, один барабанщик И самая знаменитая женщина последней империи в мире ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой ужас! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не пойму, зачем мне час ночной Когда так невозможно быть одной Холодный этот ветер Этот вечер Ах, ты словно из метели, из зимы Где можно только стужей взять займы Но мы друг друга любим, любим мы Мой снежный мальчик Мой мираж Нежный обмачи Верный стаж Мой снежный мальчик Верю я Верю мне счастье наш У-у-у-у-у Ее знаменитая квартира на бывшей улице Горького Четырехкомнатный храм Аллы Против обыкновения у нас в этой программе Только два действующих лица Алла Борисовна в роли Пугачевой И Артем Троицкий в роли самого строгого друга И вообще говоря, кортиковать глаза ее как-то не очень-то уютно Вот Потому что, конечно, дама, она очень обаятельная И ужасно не хочется ее огорчать Очень не хочется играть роль какого-то, значит, такого Чертенка, значит, дразнильщика ПЕСНЯ Кроме фиксированной суммы за концерт, ее требования к принимающей стороне. Автомобиль Чайка, у нее в Москве такой служебный, и особняк за городом. Обычно это бывшая оптимовская тача. В 2004 год мы живем в таких коттеджах. Иногда хуже, иногда лучше, иногда просто такие же, ломовые, шикарные. Почему? Не потому что каприз. Во-первых, жить невозможно в гостинице. Там, несмотря на охрану, которая стоит, все равно. Ощущение того, что сейчас кто-то влезет, сейчас кто-то постучится, сейчас кто-то зайдет, понимаешь, там, через балконы лезли, все, я помню, что это такое. То есть не высыпаешься, там, нервничаешь, все время на стук какой-то реагируешь. Второе, то, что самое главное, я же вообще не дышу воздухом. Удачи-то пока еще нет, то есть на улице Горького. То есть на улицу я не выхожу. Вообще, то есть, ну что, как я пойду гулять? Это же нереально. Это такое, ну, прекрасное время, когда ты можешь отдохнуть. Пришел после концерта, погулял, хоть полчаса на воздухе. До этого. Энергетически собираешься, понимаешь? Во-первых, ты оторван, как бы, от города, от публики, от всего. И ты уже отсюда едешь, как на праздник. Для того, чтобы любить людей, надо с ними не общаться. Ах, как живется мне сегодня, ах, как поется мне сегодня. Вот так, никто и не ожидал. Ах, как поется мне сегодня, ах, как гуляется сегодня. Вот так, никто и не ожидал. Протянула руку я, беспечную, эй, привет, остановка конечная. Вот так, никто и не ожидал. Сделай проще ты меня необычнее Пожалейте меня грибычную О, как ни в твоей не ожидал Я вообще представляю себя Лук Борисовну В виде такого в высшей степени Обаятельного Траги фарсового персонажа Если говорить о фарсовой стороне дела То в общем-то тут все понятно Там все эти бесконечные истории Со сменой мужей Со сменой того, что по-английски называется Той бой То есть, так сказать, мальчики-игрушечки Похудание, растолстение Битвы с Джуной И там схватки с гостиничным персоналом И так далее Это все само по себе очень забавно И в общем-то это фарсовая сторона дела Вот, а что касается до трагической стороны дела То это именно вот то, что Я думаю, что она себя не в полной мере В общем, даже в достаточно небольшой мере Реализует на своем вот этом артистическом поприще То есть, жизнь она живее, умнее И интереснее И вообще как-то, да, как затейливее Класс какой Ой Сейчас залезу Алла Бороховна Михельсон Это по поводу связанной с ней Последней сенсацией Включая новости Сообщать на полном серьезе Что достоверных источников Стало известно, что Алла Борисовна Пугачева На самом деле Алла Бороховна Михельсон Вот, и что какой-то администратор Значит, долгое время со мной работал И подтверждает, что я работала именно под этим именем Ну, я, правда, позвонила Сказала, говорю Я говорю, я не Михельсон А вы кто? Я говорю, Каплан Перепутали завод с Фаиной Каплан Но не в этом дело Понимаешь, то В Бирбиджан не поехала До этого, да? Устроители там что-то неплохо Организовали Значит, получается, как вроде Антисемитка Что-то я к евреям не поехала В Израиль поехала Значит, мне Тогда я поехала первый раз давно Мне всю дверь, помню Изрисовали Семитка Ну, ладно, ну, хорошо Если бы я была еврейкой Понимаешь, я бы вряд ли скрывала это Надо каждому Каждый гордится своей национальностью В этом нет ничего Предосудительного Но я же, понимаешь, русская И у меня же родственники Понимаешь, шахтеры С Березняков С Урала Почему не скажут, предположим Про другую там певицу Знаешь Валентина Толкунова Из достоверных источников Стала известно Что она русская Понимаешь Или там Ротару Стала русской Ну и что? Что это за сообщение такое? Что это за событие Такой важности? Понимаешь, нужно объявлять Новостяк Понимаешь, я, может быть, давно живу И давно пою Ой, ужас Если так разобраться Смотри, я родилась При Сталине Сколько их сменилось И время, и люди А я все пою и пою Конечно, есть ощущение Что ты вот Что-то не сделал, не доделал Там Не ко времени Ах, можно поплакать Вот если бы мне дали Такую возможность То есть, как тогда У каждого времени Есть свой кайф Главный анекдот того времени Брежнев попадает в 21 век Берет энциклопедию Читает о себе Брежнев Леонид Ильич Мелкий политический деятель Эпохи Аллы Пугачевой Время электрических самоваров Время, слово, стенка Зажиточное население Стояло в очереди То на нее, то на ковер То на машину А то и на все сразу На каждый Новый год По всей стране Готовились тысячи тонн салата Оливье Во всем остальном мире Называемого русским салатом И на каждый Новый год Показывали фильм Ирония судьбы Или с легким паром И Барбара Брыльска Пела неузнаваемо Сдержанным Угачевским голосом Мне нравится Что вы Больны не мной Мне нравится Что я Больна не вами Что никогда Тяжелый шар Земной Не уплывет Под нашими ногами Я голос вижу Зрительно Я вижу Какой он Понимаешь Какой Ну сейчас он Такой бодренький Достаточно Когда выступаю Когда Не бойся Нормально Все это пройдет Нормально спою А бывает Такой больной Несчастный Особенно когда проснешься Он не хочет вставать Иди пой Какой был После двух концертов В Краснодаре Я давно Не работала Два концерта И после двух концертов Что-то я ему говорила Там типа Скажи что-нибудь А он такой Жалко его стало Такой голос был Так что У вас голосом личное У меня абсолютно С ним личное отношение Он Когда он спит Мы стараемся Тихо ходить Там где ты Не меня Там где я Там самую место рядом Милый там Где ты Не меня Не меня Не меня И вся Это период романтизма А вот этот ужасный снимок Период страха Период страха Новогодний агай Это аттракцион На этой вот Ой Вместо метра Поднял под купол Ужас Я сейчас вспоминаю Это кошмар Ну мы думали Все Без работы остались Ну не остались Я прям Я прям Приросла В этой трапеции Хорошо У меня Одно место Мягкое Так оно Прямо Оно вписалось Эта трапеция В меня А была бы худой Обхватила Была бы худой Соскользнула бы Утром Душа Что за богач Здесь чудит А под окном Чуть дыша Бедный художник Стоит Миллион 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 Алых роз Из окна Из окна Из окна Видишь ты Кто влюблен Кто влюблен Кто влюблен И всерьез Свою жизнь Для тебя Преврати Цветы Абба Дружки мои Чего не развелись Там еще Да нет Это ж жутко Что я тут написала Всегда рада встречаться Со студентами Не только на меридианах И параллельных земли Но и на страницах Этого замечательного Журнала Ваша Алла Пугачева Ну действительно так На фотографии На фотографии Мальчестная Красивая женщина Только сказала Так все ладно Одеваться Сидите Скрипка И гитара Неугомонный Вечный Спор Я никогда Не стану Старой Пока Поет Цыгарский Хор Я никогда Не стану Старой Пока Поет Цыгарский Хор То есть совсем никогда Будьте Прочь Мой печаль И в даль Счастливою В меня Спахни крыло Цыгарский Шар Шальная Молодость Счастливою 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 Да Борисовна Пугачева Борисовна Пугачева Несомненно Певица Женской доли То есть Не припоминаю я В ее репертуаре Песен Которые Хоть в какой-то степени Я мог бы ассоциировать Скажем Со своей мужской долей Да Естественно Она певица Для женщины С другой стороны Вполне натурально Что Что И Мужчины Ее песни любят Хотя бы Потому что Русскому Мужчине Так Слегка Значит Поизмываться Над Несчастной Женской долей Очень даже Приятно СССР Был единственной Страной Где женщине За рабочую смену Официально Запрещалось Переносить В общей сложности Свыше Трех тонн грузов Теперь СССР Нет Таскай Сколько влезет Начиная Сокрасился Месяц Багрянцам Наши народные Певицы Поют про героиню Которая Сильнее героя Если он Конечно Есть Герой-то Она гордая Верная Щедрая И Не желает Довольствоваться В жизни Малым Из Послевоенной Антологии Марина Ладынина Каким ты был Зачем Опять Своих Утратов Меня Хотел Ты Облинить В одном Я Только Виновата Что Не Пустил Тебя Забыть Людмила Зыкина Бежит река Ах Кавалеров Мне Вполне Хватает Но Нет Любви Хорошей У Меня Нина Сазонова Ромашки Спрятались Сняла Решительно Пиджак Наброшенный Казаться Город Хватило Синь И ему Сказала Я Всего Хорошего А Он Прощения Не Попросил Еще до Орликина У Пугачевой Была песня Посидим Паокаем Про парня Который Чой-то Не пришел Заблудился Что ли Она спела Еще с десяток Песен Про мужиков Слабаков В том числе Видимо Последнюю Советскую Застольную Знаю, милый Знаю, что с тобой Потерял Себя Ты Потерял Ты Покинул Берег Свой Родной А к другому Так И не Пристал Без Меня Тебе Любимый Мой Земля Мала Как Остров Без Меня Тебе Любимый Мой Лететь С одним Крылом Ты Ищи Себя Любимый Мой Хоть Это Так Непросто Ты Найдешь Себя Любимый Мой И Еще Споем Лететь Лететь Мой Лететь Повер Так, Руслан Борисович, о, Горобец, на аккордеоне хорошо играет. Вот сейчас мы праздновали, да, сколько песен перепели? Просто на раз. За столом, оказывается, те песни, которые раньше. Они такие душевные. Но мы их по-своему, мы даже миллион рус уже переделали, как старую песню. Она нам показалась уже грустной такой, не ко времени. Надо будет попеть за столу. Как у нас там? Миллионы, 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 миллионы рус. Миллионы, 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 миллионы рус. Жил-был художник один, домик имел и холсты. Но он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь. И на все деньги купил целое море цветов. Миллионы, 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 миллионы рус. 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 Вот спеть по сегодняшним меркам, по аранжировкам, по звуку, по своему отношению спеть хорошие старые песни. И из них многие-многие станут шлягером. Там тексты хорошие. Тексты хорошие. Мелодии очень хорошие, интернациональные. По-моему, Новый год начался. Мне кажется. Ух ты! Пошли обратно. Где наш дом-то? На тот большой шаг, на перекрёсток, Не надо больше, мне уже спешить. Жить без любви, быть может просто, но, 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 Ну, как на свете без любви прожить? Жить без любви, быть может просто, но, 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 Ну, как на свете без любви прожить? Я не думаю, что у Пугачёвой существует фантастическая интуиция. Я не думаю, что она очень хорошо чувствует современную публику. Я не думаю, что её карьера – это результат какой-то умной калькуляции. Мне кажется, что её песня становится хитами просто потому, что она на самом деле талантливая, и просто потому, что у нас нет ни одной певицы, да, в общем-то, и ни одного певца, которого можно вот по степени таланта, по степени, может быть, вот этой артистической глубины даже близко поставить. Вы не верите, что живу я, как в раю, И обходит стороной меня беда. Точно так же я под вечер устаю, и грущу, и реву иногда. Точно так же, как все, как все, как все, я по земле хожу, хожу, и у судьбы, как все, как все, счастье себе прошу. Ей сильно досталось за это, так же, как все, я по земле хожу. Мол, а никто и не числит певицу небожительницей. Потом, в ночь на Пасху, стали давать программу «Поёт Алла Пугачёва». Это считали единственным способом отвлечь людей от богослужения. Тем самым опровергалось известно утверждение о том, что якобы Битлз популярнее, чем Иисус Христос. Мне вчера приходили из музея восковых фигур. Я была в ужасе. Но я все шуточками, шуточками от них. Я говорю, ребята, ну сейчас я не могу, потому что я не знаю, как я буду в сентябре. Потом я не знаю, какой образ дать. Они говорят, ну мы думаем тот, от которого в балахоне. Я говорю, правильно. То есть вот так и останусь в этом балахоне. Я говорю, а может быть, должно быть четыре их. Одна в балахоне, другая такая, знаешь, надо же как-то подумать сюжетно. Я говорю, и обязательно, если балахон, значит, должен быть ветродуй. Нажал кнопку, знаешь, так, балахон раздвинулся, там ножки. Ну, говорю, ну вот, надо какую-то режиссуру. Они говорят, да, 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 это интересно, интересно. Я говорю, надо такое место поставить, чтобы повыше, чтобы никто не мог тронуться. Они говорят, почему? Я говорю, ну потому что, вот представьте, кто-то меня любит, а кто-то ненавидел меня всю жизнь. Он приходит в этот музей, подносит спичку, я горю, плавлю, все, что-то, господинка плавляется. Я говорю, другая просто изнасилует, всю жизнь мечтал. Если вы же делаете, так сказать, в ноль, они на меня смотрят. Мы придем в сентябре, я говорю, давай. В той песне тайною, тайною, тайною И утолой, и печальной Мотив ее несложный, Ну, как тогда меня тревожит ее Со мною вместе, Пое, 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 пое Крутится, вертится, шаг голубой Крутится, вертится, над головой Крутится, вертится, хочет упасть А коварь, парочка, хочет украсть Крутится, вертится, хочет упасть А коварь, парочка, хочет украсть Из-за бесчисленных интервью и телесъемок у нее порой привычка говорить о себе, как о другом человеке, повторяя, что секреты она раскроет только когда уйдет со сцены. А там что снимают уже? Она может быть гранд-дамой и девушкой из предместия, капризной Примадонной и утонченным знатоком поэзии начала века, да мало ли кем. Я даже в ванной комнате и то уже, не знаю, в имидже или в имидже. У меня вообще такое ощущение, что за мной все время наблюдают. Сумасшедшие. Все, это уже мания. Ну уж знаю, что никого нет. Лежу в ванной, ну что еще? Ну, нет. Я так лежу, что если вдруг кто-то зайдет, красиво лежу. Не могу уже по-другому. Ну, никто не заходит. Прежде концерты у нас были с конферанцем и буфетом в Антракте. С нее начались «Сиди и смотри» шоу-программы со всякими расчудесиями. Так 10 лет назад родился наш шоу-бизнес. Все попытки сказать «Алла, Борисовна, ну что это за фигня вот эти рождественские встречи? Что это за похабный лубок? Что это за игры с бывшими любовниками и настоящими фаворитами? Что это вообще за клюква развесистая, малина, ягода? Это же убого, это же ПТУ, это же не для нас интеллигентных людей. Ну, можно было бы ей все это сказать, но я думаю, что никогда бы она с этим, по крайней мере, на словах, не согласилась бы. Она сказала бы, я народная артистка, я делаю то, что народ хочет, я хочу, чтобы людям было хорошо, я хочу, чтобы им было легко. О, я знаю, там, мистер Троицкий, что вы бы хотели бы, чтобы я там на сцене истекала кровью, орала какой-нибудь истеричный рок и выкрикивала слова авангардных поэтов, но, естественно, я этого никогда не сделаю, потому что любят меня не за это, а я хочу, чтобы меня любили. Вот что-нибудь такое она скажет, что, в общем-то, будет по-своему права. А я буду по-своему прав. Я как айсберг в океане, Все плывет в сплошном тумане, Ничего вокруг не вижу, Белый свет, как белый снег. Ну а кто-то бродит рядом, Смотрит в спину с жадным взглядом, Кто же он на самом деле, Хищник или человек? За годы, пока она была безраздельной королевой, Сколько сменилось королей? В роли первого парня СССР Перебывало как минимум четверо. Уже в Берлине Исаев Штирлиц Передумал всю свою информацию к размышлению. Уже в Ленинграде Мушкетер пора-пора порадовался на своем веку. Уже в Тбилиси весьма зажиточный гражданин Пожаловался, пускай я денег не скопил, Мои года, мое богатство. Уже по Волге отплавал свое русский барин В белой тройке и с перстеньком на холеном мизинце. А она все продолжает собирать Свои миллионы алых роз, Обеспечивая работой треть световодов за Кавказье. Танцует нижегородский губернатор Борис Немцов. После маэстро народная молва Выдала ее за вечно хмурого пауза. Это, кажется, самое невинное, что приписывали ей. Одна из главных ее масок – Женщина с прошлым. Мол, если б вы знали, сколько мною пережито. Как звали, по крайней мере, Одного ее настоящего мужа, Известно всем. Ибо после ухода в отставку Ландсбергиса Кристина Арбакайте – Человек с самой знаменитой у нас Литовской фамилией. Я его не забру безжалостно, Я его не забру безжалостно, Я его не забру безжалостно, Крыльев не искалечу. Улетаешь, лети, пожалуйста, Улетаешь, лети, пожалуйста, Улетаешь, лети, пожалуйста, Знаешь, как отпразднуем встречу. Он был артист, кто? Кто у меня мог быть? Артист, Клоун. Я работала концертмейстером В ГУЦИИ, Государственном училище 40-го эстерального искусства. Да ну, это такая интересная история была. У меня был жених, Очень хороший такой мальчик. В женихах ходил. Из инъяза. Ну, я же в монастыре воспитанная, Даже целоваться не толком не умел. Такая, сейчас я за все отгуливаю, А тогда меня очень сурово воспитывали. Кроме клоуна и переводчика, Девушке встретилась, конечно, еще и гадалка. Он сказал, что я сейчас пойду куда-то, И первый мужчина, Которого я встречу, Это будет мой муж. А я после них должна была идти в ГУЦИИ. Петя, мы встретили этого клоуна. Нет, на улице меня встретил другой. Вот он меня провожал через арену, Потом его спросили, где ключи, Он ушел за ключами, И спустился парень с такими длинными белыми волосами, Как у Кристины сейчас, Тогда мода была, в шинсах, Весь такой иностранец просто. Ковбой. И мы с ним долго стояли около закрытой двери, Он говорит, что вы будете делать, Я говорю, я концертмейстером. Ну, и смотрю на него, А смотрю на того, Который ушел за ключами, Думаю, интересно, Вот этот человек, наверное, И будет моим мужем, Как предсказали. Я говорю, знаете, что мне сказали, Что вот кто меня первый встретит, Мужчина, тот будет моим мужем. Вот первый мужчина, который встретит. А он так спокойно сказал, Говорит, это не мужчина, Он гомосексуалист. На того. Я говорю, так что, Вы первый, что ли, мужчина? Он говорит, я. Вот я и вашим мужем стану. Ну, и стал. Наши деятели культуры, Как лекарства для внутреннего И для наружного потребления. Все же по чужим домам снимались, У меня не было квартиры. То, вот эта вот фотография, Известная вот эта вот, С Кристиной, Я в халате жены зацепена, И с огонька, значит, пришли снимать. Ну, неудобно, знаешь, Что же я буду жалиться, Что-то, а, нет, этого нет. Ну, короче говоря, Зацепин изобразил звукорежиссера В своей собственной квартире. Его жена мою прислугу. Я одела свою халат. Значит, Кристину мы научили, Что будто бы это наш дом. И все, для фаер-гэшников, Для огонька, Все сфотографировалось в этой квартире. Ни ей, ни тем более кому-то другому Некогда было заняться обеспечением Ее успеха там. Он и тут-то шел всегда самотеком. С Барри Манилоу Она открывает центр ООН в Вене. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на фестиваль в Коблинце. Так получилось, Что приехала я В немецкоязычные страны В гости у Будда Линденда. Стояла за кулисами, Все пришли на него, Никто меня не знал. И вдруг он меня вызвал На сцену. Его музыканты, Такие рокмены. Ну и я На нервную почву запела Бог знает что. Нос как. Нос большинка. Все то, что во мне сидело В ту пору, Когда все это запрещалось, Я выложила. И так я стала в этих странах Рокстар. Это как раз то, О чем мечтают наши рокеры. Это я. Субтитры создавал DimaTorzok Неистовый рок требовался не везде. Такита Като поет в Токио миллион алых роз. В соответствии с японской фонетикой Пугачёву там называли «Арра». Пугачёву там называли «Арра». Если бы Пугачёва стала той международной завездой, которой она могла бы стать, если бы она уделяла меньше внимания нашей публике, если бы у нашей публики не сложилось бы к ней такого полупокровительственного, полужалистного отношения, как к такой вот непутёвой бабе, очень может быть, что здесь, конечно, она стала бы значительно менее популярной. Не влюбиться слишком рано, а, быть может, слишком поздно, никому не верю я, как прежде. Море счастья обмелело, и река любви замёрзла, но осталось озеро надежды. Больше нет той страны, последней народной артисткой которой ей суждено было оказаться. Границы, таможни, рубль не принимают к оплате, а она собирает залы и на Дальнем Востоке, и в Риге, и в Средней Азии, сохраняя единое пугачёвское пространство. Миллион, миллион, миллион алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова